С той целью, чтобы как можно быстрее распространилась информация о том, что здесь накрыт прикормочный стол. Здесь есть что покушать. Должна подтянуться рыбкой покрупнее. Набиваем очередную раз кормушку. Затягиваем фрикцион. Подматываем леску. Даем кормушке немножко успокоиться. Смотрим на ориентир, кидаем. Отпускаем фрикцион. Кладем фидер на стойке. Сейчас кормушка устаканивается. От стрела вершинки показывали, что она катится или едет под ногу. Вот то, что сейчас происходит. Когда она наконец-то встанет, это все прекратится. Вот эти не надо путать, вот эти моменты с поклевками. В никаком случае не поклевка. Поклевка гораздо резче выделяется. Вот у нас кормушка зафиксировалась где-то на дне. Нашла свое место. Теперь можно ждать поклевки. Вот у нас было пару подергиваний, которые ничем не закончились. Один раз я даже не успел руку на фидеры положить, как все прекратилось. Это такие незначительные поклевки. Что это скорее всего было? Поскольку сейчас еще нормальная крупная рыба не собралась, скорее всего это дергает мелкая плотвичка. Крючок у нас достаточно большой, рассчитанный на крупного леща. Она просто не может физически его заглотить, обгрызает насадку и так далее. После чего все стихло, и мы уже сидим там минуту-другую, уже ничего не происходит. Возможно, испорчена насадка. Возможно, она ее сбила, сживала, там еще что-то. В любом случае, хорошо сейчас взять и перезабросить фидер, чтобы дополнить еще кормом и точку ловли, и проверить заодно состояние насадки. Обратите внимание, типичная ситуация. У нас, пока фидер стоял на подставках, произошло два несильных тычка, так что мы даже не успели руку к нему поднести, чтобы его подставок снять и подсечку сделать и так далее. То есть какие-то два невнятные тычка и все. Вот если сидеть дальше и минутами, часами ждать, что дальше произойдет, может не произойти ничего, ровным счетом. Потому что даже если насадка не объедена, может быть вот такой вот, совершенно непотребного размера рыба, вот такая вот она уже давным-давно проглотила крючок и стоит там тихонечко не в состоянии вообще шевельнуть нашу вершинку, передать нам поклевку. Можно еще очень долго сидеть, но ничего интересного у нас происходить не будет. Так что давайте мы ее снимем, отпустим обратно и продолжим, так сказать, прикармливать нашу точку ловли. Мне уже даже требуется экстрактор, чтобы снять этого мелкого окуня с крючка. Пару слов о том клеве в течение дня по времени суток. Я, например, всегда люблю приезжать на рыбалку затемно и зима не исключение. И первый заброс я делаю в сумерках, это я считаю оптимальным. Еще до того, как рыба начнет кормиться, я делаю несколько забросов, чтобы заранее накрыть для нее прикормочный стол, чтобы когда у нее проснется аппетит, она соберется есть, а вот он стол уже накрыт, и ей ничего не остается, как только опуститься и начать есть, в том числе натыкаясь на нашу нажимку. Клев. Здесь вот у нас зимой обычно происходит такими набегами, наплывами, то есть подходит лещ или подходами, или у него аппетит включается какими-то периодами. Ну, такими по 3, 2, 3, в лучшем случае 4 рыбки еще подряд можно поймать, а в дальнейшем наступает какой-то перерыв. Также это может быть связано... Вот у нас поклевка. Это также может быть связано с погодными явлениями. Вот, например, сейчас пришел снежный заряд, и вот у нас активизировалась рыба, уже вторая поклевка. В прошлый раз было все с точностью до наоборот. Рыба ловилась до того, как пойдет снег. Как только приходил снежный заряд, клев полностью выключался минут на 20 сразу. Поэтому надо четко следить за этими атмосферными явлениями. Они очень сильно влияют на клев. А по времени дня, значит, наилучший клев где-то вот с утра, конечно же, часов около 10. Затем может быть пик, ну, не может быть, а практически всегда он бывает. Обеденный, то есть где-то в 12 часов всплеск очередной клева. Где-то часов после двух делать уже нечего, рыба практически перестает кормиться. можно выезжать домой. Ну, у нас хороший лейк на крючке. Берем подсачек. Хороший подсачек длинный рук. Это тоже немаловажная составляющая успеха на рыбалке. Ручка должна быть длиной никак не меньше 4 метров, а лучше 4,40-4,50. Тогда вы спокойно сможете взять рыбу достаточно далеко от берега, не создавая острых углов между удилищем и леской. Обратите внимание, как попался этот подлещик. Зацеплен еле-еле за пленочку во рту. Тем не менее, несмотря на все его выкрутасы, был совершенно спокойно заведен в подсачек. Сейчас я его отправлю в садок. Это нам, конечно, помогла и монофильная леска, используемая в качестве основной, и фрикцион, который я вовремя отпустил, когда он делал свои рывки. Прием ловли крупной рыбы фидером, вываживание, это выкачивание. Ни в коем случае нельзя тянуть катушку. Вот как должен быть отстроен фрикцион. Вот я вращаю, он сдает леску. Поэтому я подтягиваю рыбу удилищем, и потом подматываю катушку. Если рыба делает резкий рывок, фрикцион сдает ей леску. Как по-другому выводить нельзя. Если мы будем просто вот так безудержно крутить катушку, рыба всплывет очень далеко от берега, будет там биться, и скорее всего сойдет. Нам это не нужно, мы ее постараемся взять. Кладем подсадчик вниз, и рыбу наводим на подсадчик. Сверху на подсадчик ее наводим. Как только она оказывается над подсадчиком, подсадчик подымаем. Вот таким образом она спокойно попадает к нам в подсадчик. И далее в садок. Неплохой лещ. Вот он не устал в процессе вываживания. Я его очень быстро вывел. И он теперь силу расходует в подсадчике уже. Ой, красавец, какой весь шершавый. Зацепился за краешек губы. Вот за какой. Если бы вовремя я не ослабил фрикцион, лещ бы мог вполне спокойно себе и уйти. И утомляем леща, даем ему постоять немножко, чтобы он там немножко силу своей порастерял. Несмотря на зиму, на малую температуру воды, лещ довольно бодрый. Вот здесь ни в коем случае нельзя ему дать бровку войти. Нескопилен тратий.